МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Власти оккупированных районов Запорожской области Украины объявили эвакуацию местного населения. В Нижегородской области взорван автомобиль Захара Прилепина. Рамзан Кадыров раскритиковал Евгения Пригожина за угрозы вывести наемников ЧВК «Вагнер» из Бахмута. Так же сегодня. Но знаю я, моя больная родина недалека от спаса на крови, пока не гаснет над театром Додина свет, что сошелся клином на любви. В Петербурге опечатано здание малого драматического театра Театра Европы. Российская армия нанесла в ночь на понедельник новые массированные удары по территории Украины, применив крылатые ракеты и беспилотники. Атаки подвергся и Киев, где, как заявляют представители украинских сил противовоздушной обороны, были сбиты все 35 участвовавших в этой атаке беспилотников «Камикадзе» иранского производства. В результате падения их обломков в нескольких районах Киева есть разрушение, пострадали 5 человек. Большинство беспилотников были сбиты и в небе над Одессой, и Одесской областью. По информации украинских военных, ракеты типа Х-22 попали по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на побережье Черного моря. Один человек погиб, трое получили ранения. Власти оккупированных районов Запорожской области Украины объявили эвакуацию жителей населенных пунктов, находящихся вблизи линии фронта. Подобное происходило и перед отступлением российской армии из Херсона. Вот что рассказывает заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Не только сел и городов, и большого количества населенных пунктов. Действительно, уже который день происходит и организованная оккупантами, и неорганизованная, и такая хаотичная эвакуация. И город Бердянск, как для оккупантов, самая тыловая точка, самый тыловой город является вот таким вот принимающим центром этих всех людей. И очень большое количество захваченной инфраструктуры, курортной частности, которые сейчас уже по теплу можно использовать, так как там нет отопления преимущественно. Соответственно, в данный момент используется для размещения вот этих вот людей, взрослых и детей. И многим людям стараемся объяснить, что ни в коем случае нельзя идти на поводу оккупантов и вот этой вот организованной эвакуацией заниматься, потому что сейчас эвакуируются люди в Бердянск. Завтра они будут эвакуированы либо в Крым, либо на территорию России и станут заложниками. Оккупанты, очевидно, готовятся к контрнаступлению, очевидно, готовятся к тому, что будет деоккупация. И они, скорее всего, хотят вот этими людьми впоследствии прикрываться, которые будут находиться в тылу и говорить, что вот, мол, вооруженные силы Украины, мол, там освобождают эти территории, а тут наши люди, которые ранее получили принудительно имиджи выданные паспорта. И тем самым хотят прикрываться для своего внутреннего потребителя такой вот риторикой. Ну, жертвами этого всего являются дети, потому что доходит до угроз, что, мол, давайте принудительно вывозите детей, а в лагеря в городе Бердянске им тут опасно находиться, им тут опасно оставаться. Ну, я вспоминаю четко прошлый год, апрель, когда мы поглядали оккупированную территорию, в принципе, выезжали на неоккупированную, нам так же само на блокпостах оккупанты говорили, не едьте, пожалуйста, туда, там опасно. Ну, опасность только заключается в том, что Российская Федерация вторглась в Украину и ведет войну на территории Украины. Вот в этом вся исключительная опасность. Говорил Виктор Дудукалов, заместитель председателя Бердянского районного совета. Теперь о самом обсуждаемом событии последних двух дней. Речь идет о подрыве в Нижегородской области автомобиля писателя, сопредседателя партии «Справедливая Россия», «Патриоты за правду», бывшего командира одного из подразделений вооруженных формирований так называемой ДНР, одного из самых известных сторонников российского вторжения в Украину Захара Прилепина. В результате подрыва, как предполагается на противотанковой мине, Прилепин получил ранение ног и был прооперирован. Погиб ехавший с ним Александр Шубин, соратник Прилепина, сотрудник Росгвардии. По словам самого Прилепина, он был за рулем, мина сработала со стороны, где сидел Шубин, если бы взорвалась и вторая, заложенная мина, он бы погиб, утверждает Прилепин. Были ли это мины, заложенные на дороге, где ехала машина, или они были прикреплены к автомобилю, пока непонятно. Через несколько часов после случившегося был задержан подозреваемый в подрыве, им оказался ранее служивший в составе войск так называемый ЛНР, некий 30-летний Александр Пермяков, тут же давший признательные показания. По его словам, он был завербован Службой безопасности Украины еще в 2018 году и последние два года планировал устранение Прилепина с помощью дистанционного взрыва мины. При этом при задержании у него оказался с собой паспорт гражданина Украины и весьма странно выглядели его объяснения полицейским, чем он занимался в районе взрыва. Вот что рассказывает один из задержавших его полицейских. Изначально данный человек нам говорил вещи те, которые не являются действительностью, что он на пруду данной местности ловил куропаток, но на данном участке озера не было, куропаток в настоящее время там тоже, соответственно, не было. Министерство иностранных дел России обвинило в организации покушения на Прилепина Службу безопасности Украины о своей причастности к взрыву заявило партизанское движение АТЭШ. Однако живущий сейчас в Украине бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев в причастности этого движения к покушению на Прилепина очень сомневается. Если говорить серьезно, то я действительно думал, что там есть одни мои знакомые, которые реализовали эту акцию, но потом стало понятно, что это не они, хотя я просто знаю, что там те люди, которых я знаю в Нижегородской области, они тоже, так скажем, присматривались к господину Прилепину. Акции против провоенных активистов Нижегородской области проходили и до того. Вообще, одна из первых акций против подобного рода публики произошла именно в Нижегородской области. Ну, из числа тех, про которые я знаю, во всяком случае, может быть, были какие-то еще. Ну, то есть, из тех, которые мне известны, она вот первая была именно там, и это было где-то в конце мая, в начале июня. Прошлого года просто она не получила там широкого резонанса. Поэтому то, что, да, подобное подполье существует, это совершенно точно. У меня есть серьезные там сомнения относительно явления АТЭШ. То есть, конечно, опять-таки, все возможно, но пока практика показывала, что никакие действия в середине России, не в приграничных районах, а вдалеке от границ Украины, что это не относилось к действиям каких-то украинских сил. Хотя АТЭШ это, условно, не государственная организация, а тоже, значит, такая, значит, общественно-волонтерская, но все-таки я с трудом могу себе представить, чтобы они это организовали. Впрочем, то, как это заявила АТЭШ, они говорили о том, что они там объявили награду, рассослали там кучу смс-ок и получили сообщение от кого-то, значит, кто сказал о том, что мы этим собираемся заниматься. В этой ситуации это мог быть вообще кто угодно, и просто люди могли выйти на связь с этим телеграм-каналом. Три наиболее резонансных атаки, которые происходили в России против Дугина, против Татарского и против Прилепина, роднит одно, что во всех случаях ФСБ заявляет о раскрытии этого дела буквально через несколько часов, причем каждый раз выдвигает совершенно фантастические теории, которые невозможно проверить, потому что они базируются исключительно на словах ФСБ. вот у нас в нашей любимой оппозиционной среде все время идут дискуссии относительно того, кто это сделал, и люди говорят о том, что какие вообще есть доказательства, но доказательства там, грубо говоря, партизаны вряд ли могут предъявить, потому что нет их задачи, задача, собственно, совершить конкретное действие, а в остальном главная задача это безопасность. А вот в случае с ФСБ, ну как бы это как правоохранительный орган, он в принципе мог бы предъявить и больше свидетельств, но в случае с Дугинами, там история с Вовком и Зайкой, значит, Волк и Заяц, да, то есть, значит, которые это делали, в случае с Татарским, Дарья Треповой с феминистской, значит, организации, с никакими вообще доказательствами то, что девушка даже не ушла из места, где происходил взрыв, и тут вот, значит, человек, которого они взяли из явно своей собственной агентуры и выдвинули тоже какую-то фантастическую теорию, что он, значит, ловил куропаток на пруду, там нет ни прудов, и куропатки на пруду не ловятся, но это, по-видимому, никого не смущает. Ну, я не знаю, там, грибы можно собирать, то есть, морочки в это время начинаются в Нижегородской области, да, но выдвигать какие-то фантастические такие теории, это, как бы, крайне маловероятно. Я думаю, что ФСБ просто назначает ответственных из числа людей, до которых они могут дотянуться, которые по той или иной причине находятся в какой-то там типе. Базе данных на карандаше, как подходящие персоны. Им важно отчитаться о том, что дело раскрыто, а реального расследования они не проводят вообще, или, во всяком случае, про него никаким образом публично не говорят. Это был бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Получило продолжение темы угроз со стороны владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина вывести подразделение своей ЧВК из Бахмута 10 мая в случае, если Министерство обороны не увеличит поставки боеприпасов. Теперь Пригожин заявляет о достижении договоренности о поставках боеприпасов в полном объеме. Это заявление появилось вскоре после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров ранее вместе с Пригожиным критиковавший Министерство обороны России и Генштаб российских войск за нерешительность записал довольно длинное видео, в котором недвусмысленно дал понять, что он не на стороне Пригожина. Вот фрагмент заявления Рамзана Кадырова. То, что Женя считает километры, которые он говорит, что он столько забрал, столько осталось, это в этом неправда. Но ты взял хорошее место удобное для тебя, основное сложное место. Как говорится, надо идти, последний бой. Вот в этом ты, для тебя это квадратные километры два на два, чем 90, чем ты дома. Процентов оказались сложнее. Поэтому я как стратег говорю, что для нас никаких сложностей нету, мы и так воюем, ты знаешь, как мы воюем, ты говоришь, что ты взял попастный дом, я тебе официально заявляю, попастный дом, участвовали мы все. Это был глава Чечни Рамзан Кадыров. Евгений Пригожин уже не раз намекал и раньше на то, что намерен прекратить действия своей ЧВК Вагнер в Украине и сосредоточиться на странах Африки, где вагнеровцы присутствуют уже давно. ЧВК Вагнер фигурирует в ежегодном отчете правительства Испании о террористической угрозе в мире. Особое внимание в докладе обращается на африканский регион Сахель, где в последнее время международные террористы активизировались. Тему продолжает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. Акцент на Сахеле не случайен. Этот обширный регион, расположенный южнее Сахары и простирающийся от Атлантического океана до Красного моря, важен для Испании и ввиду его географической близости и ввиду миграционной проблемы. Ведь из стран Сахеля, особенно расположенных в его западной части, в Испанию постоянно направляется поток нелегальной миграции. увеличивается при малейшем обострении ситуации в регионе. Не исключают испанцы и проникновение в свою страну вместе с нелегалами, боевиков и террористических группировок. Мадрид крайне беспокоит нынешняя ситуация. По мнению составителей доклада, близкая к Кремлю ЧВК Вагнер, которая в последние годы усиленно внедряется в страны Сахеля, лишь ухудшает положение, поскольку вовсе не заинтересована в урегулировании конфликтов. У нее другие задачи. Одна из них обрести для России новых союзников, чтобы хоть как-то компенсировать ухудшение отношений из-за вторжения в Украину с ведущими мировыми державами. Впрочем, при этом не забываются и корыстные экономические интересы. Испанский африканист Хосе Наранхо. Африка стала питательной средой для наемников Вагнера. Эта частная военная компания постоянно расширяет здесь свое присутствие, исполняя, кроме всего прочего, функции теневой структуры внешней политики России. ЧВК действует в разных странах, получая в качестве платы за свои услуги концессина добычу полезных ископаемых, выгодные торговые сделки или деньги. К примеру, в Судане российская компания М-Инвест, владельцем которой, по данным Минфина США, является хозяин Вагнера Евгений Пригожин, имеет долю в золотодобывающей отрасли, как и в Мали. А в Ливии вагнеровцы получили доступ к нефти. Россияне имеют также участие в добыче полезных ископаемых в Центрально-Африканской Республике, Буркина-Фасо и других странах. Кроме того, в испанском докладе отмечается, что для расширения своего влияния россияне готовы поддержать любые режимы, включая диктаторские, пришедшие к власти в результате военного переворота, свержение законного правительства. При этом от подобных режимов Москва не требует ни демократических реформ, ни соблюдения прав человека. Услуги наемников Вагнера, которые охраняют местных лидеров, обучают их силовые структуры и помогают в бесконечных войнах, сопровождаются массовыми поставками из России вооружения всех типов, вплоть до танков, самолетов и вертолетов. Африканист Я полагаю, что деятельность в Африке ЧВК Вагнер полностью отвечает логике традиционной российской политики в африканских конфликтах, добиваться своих целей любой ценой. Так россияне спокойно восприняли или даже способствовали недавним военным переворотам в Мали и Буркина-Фасо. Между тем в испанском докладе отмечается, что российские наемники способствуют дестабилизации региона еще и потому, что действует бесконтрольно, безнаказанно, без соблюдения норм, которыми обычно руководствуются международные миротворческие силы. Подобное поведение, по мнению составителей доклада, вызывает недовольство населения и, как следствие, ведет к росту популярности местных джихадистов, к еще большей нестабильности в регионе. Так, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, вагнеровцы причастны к убийству мирного населения в Мали. В 2022 году в ходе совместных операций с Малийской армией в центральных районах страны были убиты 725 человек и только 36 из них были джихадистами. Аналогичным образом вели себя вагнеровцы и в Центрально-Африканской республике. К примеру, в июле 2021 года в ходе операции против джихадистов они убили 12 мирных жителей, а в январе 22-го не менее 65-ти. Наемники во многих случаях не делали даже попыток отличить мирных жителей от боевиков и убивали всех подряд, что было отмечено недавно в одном из докладов Организации Объединенных Наций. Виктор Чирецкий для Радио Свобода Мадрид. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 мая. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Вестминстерском аббатстве в Лондоне в субботу состоялась торжественная церемония коронации короля Великобритании Карла III. Также была коронована супруга короля Камилла как королева-консорт. В церемонии использовалась коронационное кресло и скунский камень, специально доставленный из Шотландии. Эти артефакты для коронации английских и британских монархов используются с XIV века. Корону, которую надел на голову Карлу III архиепископ Контерберийский, была изготовлена в 1661 году. Она сделана из чистого 22-каратного золота и буквально бесценно в ней 444 отдельных драгоценных камней, включая сапфиры, рубины, аметисты и топазы. Прошедшую церемонию я обсуждаю с историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, Великобритания не видела коронацию уже 70 лет, и все-таки в этом действии чего больше, какого-то политического смысла или наблюдения за тем, как водружалась корона на голову Карла III, или как зевал маленький принц, или как выросла маленькая принцесса? Ну, политического смысла в этой церемонии примерно столько же, сколько в самой британской монархии в том и виде, в каком она существует сейчас, а именно это сугубо символическая институция, и, соответственно, все, что с ней связано, вот в том числе такого рода церемонии, они тоже имеют в первую очередь символический характер, что не означает, что они не важны. Любая монархия современная это именно символ, это символ некой преемственности, но это как бы напоминание нации самой себе, что она не просто существует, но еще и является плодом своей собственной истории, поскольку в самой этой церемонии присутствовало очень много разных не только ритуалов, но и даже предметов, например, вот это не очень удобное для сидения кресло, в которое вмонтирован древний овеянный легендами шотландский камень, на которое сел, в ходе этой церемонии новый король. То есть все это такая ожившая история, и когда народ напоминает самому себе путем этой церемонии о том, что он жив, здравствует, и что прошлое тем самым как бы переходит в будущее, то это общественное настроение улучшает, делает их более бодрыми, что ли говоря, обычным языком, что мы видели на улицах Лондона, где были тысячи людей, которые всячески выражали разного рода позитивные эмоции по поводу происходящего. А чисто политического смысла, конечно, в королевской коронации немного, более того, она с точки зрения чисто законодательной в общем-то и не нужна, потому что в Британии новый король становится автоматически таковым со всеми его положениями и полномочиями главы государства сразу после того, как умирает или по другой причине перестает исполнять свои обязанности его предшественник. То есть Карл III стал королем в сентябре прошлого года, когда скончалась его мать Елизавета II. Но вот эта церемония это такое подтверждение того, что вот новый монарх, новая эпоха, прошлое переходит в будущее. Ну а обсуждается как-то ну скажем отсутствие Джо Байдена на этой церемонии или тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин не приехал, но прислал своего заместителя, который является одним из авторов репрессивного закона для Гонконга, который в свое время был британской колонией. Или как вы считаете эти все темы притянуты за уши? Нет, они не притянуты за уши. Это вот такой хвост комета. Я бы сказал в том смысле, что обстановка, в которой проходит эта церемония, кто приехал, кто не приехал, кто как себя вел. Вот это все действительно такой политический антураж, который ее сопровождает. То есть это возможность лишний раз показать состояние, в первую очередь отношений страны, в данном случае Великобритании, с другими важными мировыми игроками. Понятно, что, допустим, Россия была проигнорирована, поскольку отношения между ней и Британией и вообще сторонами Запада сейчас враждебные по причине войны в Украине. Вот то, что вы сказали. Главное, на самом деле загадка, никто толком вообще-то не знает, почему не приехал Джо Байден, а присутствовала там его супруга Джилл, первая леди Соединенных Штатов, при том, что Соединенные Штаты и Великобритания их связывают так называемые особые отношения, то есть это очень близкие союзники. Ну, тут я вас перебью, прошу прощения, мне приходилось встречать мнение о том, что Джо Байден кичится своим ирландским происхождением и якобы вот таким образом выразил свое отношение к британской монархии. Ну да, это одна из версий, но, честно говоря, просто уровень данного события, его символическое значение, но оно все-таки выше каких-то таких вот личных реминисценций, тем более, что Джо Байден и его семья уже не в первом поколении все-таки американцы, их ирландское происхождение, ну, понятно, оно присутствует в их сознании, но вряд ли оно играет такую уж доминирующую роль. Ну, вот, в том-то и дело, что объяснений всяких много, но, отвечая вот на ваш предыдущий вопрос, да, в этом смысле, вот в этих оттенках, кто где стоял, кто приехал, кто кого послал, вот в этих оттенках политическое значение коронации, собственно, и проявляется. Церемонию коронации короля Великобритании Карла Третьего я обсуждал с историком и политологом, обозревателем Радио Свобода Ярославом Шимовым. Ну, а главная новость культуры из России опечатанное здание Малого драматического театра Театра Европы в Петербурге, которым уже 40 лет руководит выдающийся режиссер Лев Додин. Формальный повод отмены спектаклей, как написал в социальных сетях депутат Петербургского ЗАГСа Борис Вишневский, некие претензии Роспотребнадзора по поводу соблюдения в Театре санитарных и противопожарных норм. Думаю, после возбуждения совершенно дикого дела против Евгения Берковича и Светланы Петричук такие объяснения мало кого удовлетворят. Тем более закрытию театра предшествовала история с отменой спектаклей «Гамлет» и «Коварство и любовь» с участием Данила Козловского, на которого написал донос скандально известный Виталий Бородин. А Козловскому даже не дали возможность подать иск о защите чести и достоинства. Против российской агрессии и против Украины открыто высказывались многие артисты Малого драматического театра, а сам Лев Додин уже 28 февраля 2022 года опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором написал «Мне, ребенку Великой Отечественной войны, даже невозможно вообразить себе, что сегодня Киев обороняется или сдается российским солдатам и офицерам. Мозг прилипает к черепу и отказывается видеть, слышать, рисовать себе подобные картины. Я умоляю, остановитесь». А я сегодняшний выпуск закончу стихотворением Юрия Хейфица, которое называется «На постановку Гамлета в Театре Европы». Оно написано сразу после известия о закрытии МДТ, читает артист театра Адриан Ростовский. «Я посмотрел, как датский принц куражится в театре самым русском на земле и заявляю, датским только кажется огонь, что спит в слежавшейся зале. Мы жизнь свою пустили на тефтели. Родители теперь детей винят и хором воют день и ночь Офелии, как суки, потерявшие щенят и даже сталь небес насквозь отравлена. И флейты все фальшивят без помех. И Юрика ирония направлена куда-то мимо цели, как на грех. И все дворцы не зоны, так колонии. И хижин быт избыточно продут. Московские лаэрты и полонии заморским фору запросто дадут. В менталитете нашем нету рацио и души наши скопище каверн. Не тушься понапрасну, друг, Горацио. Не пышьтесь, Розенкранц и Гильдестерн. Живыми матерящимися грудами мы молимся на пуповины смут. И никакие Клавдии с Гертрудами Иван-Домаринск штурмом не возьмут и русский дух еще не раз появится нетленной тенью сына и отца. И прошлое в грядущем так проявится, что дрогнут омертвевшие сердца. Но знаю я, моя больная родина недалеко от спаса на крови пока не гаснет над театром Додина свет, что сошелся клином на любви. Стихотворение Юрия Хейфица на постановку Гамлета в Театре Европы читал артист МДТ Адриан Ростовский. Не буду скрывать, малый драматический театр мой любимый театр, так что и от меня лично слова поддержки и признательности всем, кто там работает. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода.Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Радио Свобода